Уже больше месяца жители Московской области отправляют гуманитарную помощь жителям Донбасса. Собрано более тысячи тонн. Продукты, средства гигиены, одежда отправлены в Луганскую и Донецкую Народные Республики. Около 100 тонн передали беженцам, которые сейчас проживают на территории региона. Сегодня отправили еще три очередные фуры с гуманитарной помощью. Также дети региона пишут письма жителям Донбасса, рисуют рисунки, чтобы поддержать каждого. Неделю назад делегация московского правительства побывала в ДНР. Об этом сегодня говорили на заседании правительства Московской области. На прошлой неделе наша команда была на Донбассе. И мы узнали, что сейчас деткам с патологиями, которые находятся там в лечебных центрах, очень нужно специализированное питание с высоким содержанием белка. На слайде вы видите примеры тех смесей, которые крайне необходимы. Кроме того, сейчас жители Донбасса и освобожденных территорий очень нуждаются в медикаментах. Это жаропонижающие, обезболивающие, а также антигистаминные и противовирусные препараты. Люди очень благодарят за такую помощь, потому что сейчас она в прямом смысле жизненно необходима. Безусловно, нуждаются жители и в обычных продуктах. Это товары с долгим сроком хранения, консервы, крупы, сахар, соль. Все в упаковках до одного килограмма, а также, например, макароны, но в том числе быстрого приготовления. Напомню, в Матичах открыты четыре пункта сбора гуманитарной помощи. Волонтеры, юнормейцы, партийцы, неравнодушные жители – все присоединяются к акции. Ежедневно жители региона собирают более 20 тонн. Здесь очень важно, чтобы это было, как сказать, по желанию. И здесь не важно, мне кажется, количество. Количество важно, но важнее, мне кажется, чтобы это было от души. И если мы в огромном мегаполисе в Подмосковье, где проживает около 10 миллионов человек, каждый сделаем свой вклад, мне кажется, мы еще лучше друг друга будем понимать. Тема занятости населения также сегодня является одной из ключевых. Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье – третий в стране регион по вкладу в IT-индустрию. Это почти 13 тысяч субъектов бизнеса, 28 тысяч человек, порядка 69 миллиардов рублей оборота в год. Помимо федеральных льгот, подмосковные компании получат поддержку на уровне региона. Мы со своей стороны, это уже наша полномочия, Игорь Ильич, внесем закон по снижению ставки по упрощенной системе и доход-расход. Радикально снизим с 6 до 1 процента и с 15 до 5. Для всех, кто работает по упрощенной системе налогообложения, налоговые ставки будут уменьшены до 1 процента. Если по системе доходы минус расходы, с 15 до 5 процентов. В два раза будут уменьшены ставки по налогу на имущество, на 50 процентов по земельному. Еще один вопрос – поддержка семей с невысоким доходом. Речь о выплатах на детей в возрасте от 8 до 17 лет. В регионе поддержкой смогут воспользоваться более 90 тысяч семей. Как это пособие рассчитать семье и положено ли оно? Первое, что нужно сделать, это понять и оценить свое имущество. Как я уже сказала, должно быть не больше одной квартиры, не больше одного дома и одной машины. Дальше смотрим годовой, общий годовой доход семьи. Это и зарплата, различные пособия, алименты, стипендии. Вот на слайде я привела пример семьи из четырех человек – мама, папа, младший ребенок и ребенок, который учится в институте и получает стипендию. Доход этой семьи суммарный – составляет 52 тысячи рублей в месяц. Итого 13 тысяч рублей на каждого члена семьи. Прожиточный минимум в Московской области на одного человека составляет больше 14 тысяч рублей. Соответственно, на всю семью до прожиточного минимума не хватает 6 тысяч 900 рублей. Соответственно, данной семье выплата положена и ее размер составит 7153 рубля. Новая мера поддержки будет действовать в течение 12 месяцев. Заявления на выплаты будут принимать с 1 мая этого года через портал государственных услуг. Семьи получат пособия и за апрель, и за май. Также для оформления выплаты можно будет лично прийти в ближайшее отделение МФЦ. И еще одна тема – транспортная доступность жителей региона. Из нововведений. Пассажиры общественного транспорта МЭТИЧ смогут воспользоваться мобильным приложением «Транспорт Подмосковья». Пилотный проект стартовал с подключением автобусов к МОСТ «Трансавто». В приложении доступны более тысячи маршрутов перевозчика. Пассажиры смогут строить удобные маршруты и смотреть прогнозируемое время прибытия на нужную остановку.